На юбилей Примадонны были приглашены не только артисты, но и высокопоставленные лица, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев поздравили певицу с 70-летием. Алла Пугачева позвала гостей в фешенебельный ресторан на Рублевке. Весь вечер Алла Борисовна выступала на мероприятии, как и ее коллеги по сцене. Кроме приятной атмосферы, друзья-артистки оценили превосходное обслуживание и изысканное меню ресторана. Алла Борисовна не поскупилась на угощение. Средний чек заведения составляет около 5000 рублей. Среди блюд, которыми Примадонна подчевала гостей, оказались оливье с камчатским крабом стоимостью почти 2000 за порцию. Тушеная медвежатина с картофельным пюре и лесной клюквой. Вырезка оленя с печенными овощами. Артур Гаспарян отметил, что ехал на юбилей настороженно, так как опасался странного месторасположения ресторана. Но его мнение изменилось в лучшую сторону. Когда музыкальный критик увидел настолько роскошное блюдо черт знает где, в подозрительном месте, обнесенном заборами, я опасался ехать по этой Рублевке. Думал, все пельменная, стекляшка. Но нет, было роскошно. Я даже спросил, там такая кухня всегда, или в честь юбилея Примадонны, а мне ответили, что это основное меню. Поделился критик в программе «Ты не поверишь» на НТВ Алла Пугачева угощала гостей крабами и медвежатиной фото. Кадр из программы Гаспарин переживал лишь по одному поводу. Половина блюд осталась несъеденной, так как угощений было слишком много. Критик был в восторге от праздника, всякие мы юбилеи видели, пафос, напыщенность. А здесь не было ничего лишнего. Это все ауралы заключил он. Не все артисты оценили кухню заведения. Так, Владимир Винокур признался, что вынужден был воздержаться от пиршества, я не ел там, я худею, пояснил юморист. Многие гости уехали достаточно рано, хотя остались довольны мероприятием. Но самые близкие Алле Борисовне люди были с ней до поздней ночи. Гости оценили изысканное меню на юбилей Аллы Пугачевой. Фото кадры с программы «Вся ее великая кучка» оставалась до последней минуты, веселились, пели. Все было достойно, престижно и пристойно. Было приятно увидеть счастливую Аллу в кругу семи. Для нее начался новый отсчет в ее истории. На празднике были дети, коллеги, друзья. Вынесли чудесный торт. Все прошло замечательно, рассказал Филипп Киркоров. Исполнитель отметил, что Алле Борисовне рано уходить со сцены. Голос звучит, поет, верхние ноты берет. Она готова, чтобы поехать еще в пару-тройку городов. Она и в 90, и в 100 лет споет. Эта девушка без возраста заключил певец. Клэс Поуст 615 866 подписчиков.